Приветствую дорогие друзья на канале Тимоха Лайф и сегодня я вам хочу рассказать об одной настройке, а точнее о двух настройках, включив которые вы сможете улучшить камеру на вашем мобильном устройстве. Ну а пока подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан и поставьте этому видео лайк. Чем больше лайков, тем больше вот таких вот полезных роликов для вас. Ну а мы начинаем. Значит для того, чтобы улучшить камеру на нашем мобильном устройстве, нам понадобится такое приложение, которое называется Activity Launcher. У всех моих пользователей это приложение наверняка уже установлено на ваш мобильный телефон. Ну а у кого не будет, предлагаю зайти в Play Market, написать Activity Launcher, его скачать или же с моего Telegram канала, который вы сможете найти по ссылке в описании. Это тот же самый Play Market, только с бесплатными играми и приложениями. Заходите, скачиваете вот такое вот приложение с ракеткой на рабочем столе на значке, затем его загружаете, даете ему все разрешение, чтобы он полностью работал на функционале. И дальше вот уже в настройках пишите улучшение. Вот так вот, улучш, можно написать. Или полностью слово улучшение. Дальше вы видите вот такие вот настройки, благодаря которым вы сможете улучшить первое HDR улучшение и улучшение изображения с ИИ. Эти настройки доступны практически на всех устройствах Android. Но я показываю на телефоне Xiaomi, если у вас другая марка, попробуйте тоже разыскать, наверняка вы сможете тоже найти. Во-первых, первое кликаем, включаем первую настройку. Как видите, у меня все активировано. HDR улучшение с ИИ. Как видите, на картинке изображено одно и то же самое изображение. И здесь мы видим до активации этой настройки и после. Как видите, после того, как мы активируем эту функцию, идет обработка видео при помощи HDR эффектов для улучшения детализации светлых и темных областей. То есть все светлые и темные области будут сделаны детализированы благодаря HDR вот такому вот эффекту. Очень классная функция. После того, как вы активируете, видео станет лучше благодаря этой включенной функции. Проверяйте. Я уже проверил. Скажу, что да, действительно работает. И не спешите выключать видео, досмотрите до конца. Ведь благодаря второй настройке, которая тоже у нас активна, улучшение изображения с ИИ, вы также можете делать свои фотографии еще лучше. Не нужно покупать дорогие айфоны. Все, что нужно, это активировать улучшение изображения. И снизу читаем, что написано. Определение объектов, например, растений, животных, зданий и динамическая регулировка эффектов отображения. Первое. Эта функция незначительно увеличивает энергопотребление. То есть все-таки будут небольшие затраты на аккумулятор. Ну, процентов на 2 увеличится. Второе. Можно улучшить только изображение из галереи. То есть, понятно, те уже фотографии, которые вы сделаете, можно будет улучшить. И третье. Функция недоступна, когда выбрано отображение исходных цветов или включено продвинутое улучшение. То есть, эти настройки должны быть выключены. По остальным настройкам, то действительно будет улучшение и картинка станет ярче. Я убедился в этом самостоятельно после этих манипуляций, когда я включил и когда я активировал камеру. Да, действительно, видео стало лучше и камера стала лучше. Как-то я уже давно снимал такое видео, но решил его все-таки более детально разобрать, показать на телефоне Xiaomi. В дальнейшем, в предыдущей версии я показал на OnePlus, по-моему. Там была такая настройка. Ну, не такая именно, а чуть похожа. Теперь показал на Xiaomi. Здесь эта настройка действительно улучшает качество видео и картинку после того, как вы сфотографировали какие-то снимочки. Очень полезные настройки, так что всем советую их активировать, пользоваться и все у вас будет четенько. С вами, как всегда, был Тимоха Лайв. До скорого. Всем пока.